Вечер добрый! Слушаете вы свое радио, надеюсь, в обычном для себя режиме, с понедельника по пятницу, с восьми до десяти вечера, в студии своего радио появляются живые люди, живые музыканты, с ними мы живенько беседы беседуем, хоть и сурово иногда выглядят они, конечно. Ну и песни они нам поют свои замечательные, сегодня есть повод порадоваться, потому что песни будут новые, в том числе коллектив «Назову естественно», как это уже сводится у нас по традиции позже, ну и познакомлю вас с ними поименно, само собой, после того, как они сыграют свою первую песню. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Погнали, что ли? Ты в прошлогодней листве зароешь мудрый совет, и на пороге зимы ты скажешь мне снова нет, ты проклянешь мой корабль, да он и так был доской. Ну а твой следующий раб, он будет черной тоской, он будет слитным с твоей тенью и твоим вторым я, и всех толкать на измену, и предлагать снова яд, затем застенчиво щупать мой слабый пульс на руке, и в бесконечности щупальц мечтать о новом враге. Страшно убегай, Страшно убегай, Страх раскрыл своим объятьям, Эти берега вслед тебе несут проклятие. Круг не замыкай, Это колесо сансары, Страшно убегай, Чувствуешь запахло. Ты радишь словом, как ядом, Ты убиваешь строкой, Ты добиваешь снарядом и беспощадной рукой, Ты проклянешь мой корабль, И шторм порвет паруса, Корабль болен и слаб, Ведь позади полюса. А впереди одни лишь скалы, Мы здесь сядем на мель, И камни хищные ждут, А скали сюда, ребята, скорей, Мы растерзаем ваши ткани, Вы пойдете ко дну, И в мировом океане Паснаете глубину. Страшно убегай, Страх раскрыл своим объятьям, Эти берега вслед тебе несут проклятие. Круг не замыкай, Это колесо сансары, Страшно убегай, Чувствуешь запахло. Жареным страшно, Страх раскрыл свои объятья, Страшно, Чувствуешь запахло. Жареным страшно, Страх раскрыл свои объятья, Страшно, Чувствуешь запахло. А я-то думал на чеке, Что вот эти вот ту-ру-ру-ту-ру, Это просто распевка. Нет, часть песни. Группа Пластика здесь сегодня, Приветствуем вас, ребятки. Здравствуйте. Рады вам безумно, Особенно учитывая тот факт, Что вы сегодня пришли с новыми песнями, Синглик выпустили, Правильно? И сегодня мы его будем презентовать. Алексей Ракитин, Собственно говоря, Не нуждается, наверное, особо-то в представлении, Знают его на своем радио, Активно. Да. Привет тебе. Спасибо. Олег Шмелев, Бас, Очень суровый человек. Добрый вечер. Ну да, Разговаривает он нормально, По-человечески осмотрит, Когда, Ну такое ощущение сейчас задавит. Просто. Особенность. Особенность такая, да. Ну вы когда видите картинку, Вы поймете, о чем я говорю. Суровый парень. Ну как минимум старается быть таким. И не улыбается никогда, ни разу. Пэк-вокал, гитара, Олег Белаусов. Олег, не-не-не, вот к этому микрофону, Там тебе все слышно не будет. Раз за эфир-то можно? Добрый вечер. Вот. И человек в собственном домике, Собственным эфирным разговорным микрофоном, Барабанщик коллектива Андрей Соловьев. Здравствуйте. Молодец, у него все получилось. Вот, собственно, это и есть группа «Пластика». И сегодня, понятное дело, к радости нашей вещей масса новых произведений. Часть из них с флешечки я уже себе закачал. Может быть, в премьерочках что-нибудь и прозвучит в ближайшей перспективе. Ну, как минимум, я бы на это хотел рассчитывать. Надеюсь, Вы тоже. Очень, да. Давайте так, для связи. С нами очень просто связываться. 4647, это короткий номер для Ваших смс-ок. 4647. Сначала пишите свои. Неважно, кириллицей или латиницей. Про Бельчика дальше все, что хотели бы спросить. А, может быть, Вы эмоциями хотели бы поделиться. Пожалуйста, милости просим. Группа ВКонтакте. Официальная группа своего радио. Там все вообще просто. Уже давно анонс лежит с фотографиями в профиль. Главное, самый первый на переднем-то плане. Шмелев. А, ну, суровый, молчаливый, негодяй. Суровый, молчаливый, да. И вот, а бороду, условно говоря, так вот, если посмотреть на фотографию, даже не видят цвета, бороду Белоусова, видать, так. Издалека. Издалека, да. Ну, в общем, классная фотка. Мне очень сама по себе нравится. Там, кстати сказать, в анонсе группа пластика выделена синем. Значит, активная ссылка. Кликайте и оказывайте у них в сообществе. Это тоже важно, потому что всю информацию из первых рук будете получать сразу же. Видеть нас можно. Ну, зайдите, пожалуйста, на сайт своего радио, своярадио.фм. Там сверху есть плеер. В плеере слева онлайн-аудио, справа онлайн-видео. Нажимайте на кнопочку онлайн-видео, и вот вам счастье. Вы смотрите все, что здесь происходит благодаря планете.ру, планете огромная благодарность. Там же тоже есть чат, в котором тоже можно отписываться. Все сказал. Что касается коннекта, теперь вернемся в студию. Как называлась первая вещь? Эта песня страшная, наша старая песня. Ну, я понимаю, что она не свежая. Да. Но у меня есть просьба. Я почему... Сейчас объясню, почему я об этом прошу. Во-первых, часто бывает, когда группы не идентифицируют сразу. А вот по песне говорят... А-а-а! Ёлки, слышали. Вот это кто! Я не знаю, планировали ли вы и поете ли вы сейчас вообще свободу выбора. Понял. По реакции уже вижу, что не особое есть желание ее петь сегодня. Нужна какая-то песня сейчас была бы, которую явно, точно, стопудово знают. Ну, по крайней мере, если брать из ротации, то это может быть суета, сняться. Ну, дождь мы можем сыграть. Это может быть дождь, это могут быть закладки. Это может быть свобода выбора. Сейчас перечисляю песни, которые в ротации. А дождь в ротации? Да. Ну, вот, дождь в ротации. Ну, давайте сыграем. Конечно. Потому что я хочу, чтобы аудитория своего радио... Просто мы от некоторых песен, ну, по разным причинам пришлось отказаться. Ну, просто у нас новый материал, они немножко в концепцию в новую не вписываются. И мы немножко их пока сейчас не играем. Я думаю, когда мы их оформим в том виде, в котором мы сейчас играем, они появятся в материале. Хорошо. Ну, дождь, ты должна узнать. Просто эта песня из постоянной ротации, и аудитория её очевидно знает. Поэтому надо понимать, что кто-то идентифицирует вас сейчас точно и совершенно правильно для себя. Пластика. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Погнали. Дождь по окнам шепчет мне, проснись, пахнет словно свежий срез со сны. Вдох к простому чуду, прикоснись, спящий в ожидании весны. Сминаю лист бумаги в нём стареться. Заброшен дом, мечта фантомы. Жизнь фантом растает, пеплом станет. Сжигаю рукопись, а в ней вторая часть судьбы моей. Жизнь независанных поэм растает, пеплом станет. Наш постскриптум всё перечеркнёт. Мир в архивах, мир наоборот. Жизнь заархивированный плод. Жизнь заархивированный плод. Сминаю жизнь бумаги в нём стареет. Сад заброшен дом, мечта фантомы. Жизнь фантом растает, пеплом станет. Сминаю рукопись, а в ней вторая часть судьбы моей. Мир независанных поэм растает, пеплом станет. Сминаю лист бумаги в нём стареет сад. Заброшен дом, мечта фантомы. Жизнь фантом растает, пеплом станет. Сжигаю рукопись, а в ней вторая часть судьбы моей. Мир независанных поэм растает, пеплом станет. Ну вот, могу сказать сразу, что комментарии пошли. Народ узнаёт эту песню. Кто-то даже с этой песней зацепился за вас. А кто-то не узнаёт такой. Светлана Коваленко пишет, вот с этой песни я их и заметила. Ну, имею в виду в ротации. Соответственно, здорово, что мы её спели. Дальше уже ваша собственная программа, как вы её себе выстраивали. Я не вмешиваюсь в концепцию сегодняшнего музыкального эфира. Вот о чём я хотел начать сразу. Я помню, был период, когда вы ходили под Вельветом. Мы сейчас ходим. До сих пор ходите под Вельветом? Да, что там. Вы до сих пор под брендом? То есть вы те музыканты, которые под брендом? Угу. И у вас есть... Ну, Бурлаков же был раньше, а сейчас кто? Ну, Бурлаков у нас был там 10 месяцев. Ну, неважно. А кто сейчас продюсирует вас? Ну, Вельвет, лейбл, Алёна Михайлова. Алёна Михайлова у нас. Слушаете сейчас на эфир? Не знаю. У них сегодня премия РУТВ. Или нет, у них 23-го премия РУТВ. Может, сегодня слушает. Ну, если слушает, то привет большой. Привет большой. Вы одна из немногих групп, играющих приличную музыку, ходящих под брендом. Так бывает редко на самом деле. И очень здорово, что вас, так сказать, под себя взяли и не мешают. Вот есть такое ощущение, что всё-таки вам позволяют делать то, что вы считаете нормой. Ну, да. Или нет? Абсолютная свобода. Свобода выбора? Свобода творчества. Свобода. Потому что я знаком с большим количеством коллективов, которые радовались поначалу тому, что их заметили, взяли под себя, а потом они стали оттуда сбегать всеми силами, потому что их просто подминали и требовали от них чего-то того, чего они не хотят. А вы живёте своей жизнью. Группы существуют с 2001 года, правильно? Да. То есть это уже 14 лет. Страшно считать. На тебя, глядя так в жизни, не подумал бы, что группе столько лет уже. У меня ещё было до этого две. Ну, я понимаю. Ты сейчас о чём говоришь? Ты имеешь в виду о проектах, которые были? До пластики ещё было две группы, да. Подожди секундочку. Сейчас ты говоришь о каких коллективах? У меня была группа «Магистраль» и группа «Битлджуз». Они неизвестная коллектива. Нет, не важно. Но почему они были? Куда делись? Ну, распались. Пластика — это как бы из «Битлджуза» получилась в итоге. Просто когда говоришь «две», я помню, что был период, когда группа занималась ещё электронным проектом. Сейчас занимается. Это какая-то вторая вещь. Это просто параллель, да. А то была последовательная история. «Антивуаль», по-моему, да? «Антивуаль» у нас была с 2008 года по 2010. А сейчас что? А сейчас «Банев». Как ты любишь менять название. Ты просто скучно становишься, начинаешь развлекаться. Пускай будет «Банев». Но это проект электронной музыки. Не совсем электронной. Там как бы смесь. То есть я там обильнее использую электронику. А музыканты те же? Нет. Тоже нет? Ну, один там периодически появляется. То есть ты любишь музыку разную. И разноплановую. И реализовывать себя любишь, естественно, в разных направлениях. Да. Но «Пластика» на сегодняшний день успешный проект. Это основной проект. И основной. Ну, он успешный проект. Я могу сказать точно совершенно. И песни знают. И не только узкий круг, а достаточно много в стране. Вопрос вот в чем. Когда ты поймешь, ну, к примеру, что группа достигла такого результата, когда уж ты выходишь на улицу, и тебе говорят «О-о-о!» все, причем идущие на встречу, ты поймешь, что все, пришла слава. Или ты уже понимаешь, что слава пришел и стоит за углом? Слава Степановича. Нет, славы нет. Славы нет? А ты ее хочешь? Не знаю. Да хочет он! Да хочет он! Тут сложно сказать. Ну, как... Не, естественно, хочется, чтобы как можно большее количество людей послушало нашу музыку. Ну, вот основная задача. А там, в какие формы это выльется, мы не можем себе это представить. Ну, то есть ты даже не планируешь ничего. Я не люблю планировать так далеко. Понятно. Но альбомы вы пишете достаточно регулярно. Сколько альбомов у группы? Ой, много. Очень много. Если брать с 2001 года, там, ну, пластинок 10 полноформатных. Вот сейчас, наверное, 11-е мы записали, и скоро ее выпустим. Просто я помню, на прошлую радиостанцию мне, как программному ее директору, принесли как-то целый бокс этих пластинок. У меня так вот стопа такая, пластика, пластика, сколько же... Ну, мы же понимаем, что там где-то процентов 80 такого материала, который никуда не понесешь. Почему? Ну, по разным причинам. И качественные, и как они записаны, эти песни, и как они сочинены. То есть, ну, там есть слабые очень вещи. А зачем тогда было их писать в альбомы? Ну, потому что мы занимались кустарно музыкой. То есть мы, в принципе, мы более-менее... Кто-то о нас узнал, ну, с 2009 года. До 2009 года такая подводная часть айсбергера. Ну, то есть, когда Вельвет вас под себя взял? Ну, когда мы с Бурлаковым познакомились, когда мы стали ротироваться на каких-то радиостанциях, то есть когда пришла какая-то хоть известность. Потому что до этого это было абсолютно локальное существование в условиях города Орла, все. Никто нас нигде не знал. Ну, вот теперь-то эти альбомы, которые раньше были записаны, как-то даже немножко стесняешься, получается? Нет, абсолютно. Ну, говоришь, что там и записано плохо. Да, просто нести их там, например, на радиостанции или приносить бокс-сеты из них делать, там, печатать диски. Ну, мне кажется, смысла в этом нет. Ну, как бэкграунд, как... Ну, вот есть собрание сочинений. Вот оно есть у нас, пожалуйста. Ты критичен, молодец. Мне это всегда в людях нравится. Вот. На этой фразе, собственно, Ишмелев заулыбался, наконец, по-человечу. А то все стоит суровый такой. Прям даже страшно вглянуть его в сторону. Давайте петь дальше. И, кстати, сказать, как сингл-то называется, который... У нас два сингла перед альбомом. Один называется «Миядзаки», второй называется «Дельфины». Ага. И мы с обоих синглов будем играть песни. То есть по три песни там и там? Три-два. То есть пять песен. Но мы одну играем с альбома, которая нигде еще пока не вышла. Ух ты. Совсем. Вот за это большая благодарность. Спасибо, что это у нас происходит, такая презентация. Когда ты будешь петь песни из синглов, ты как-то дай понять. Да, конечно. Я вот буду обозначать. Сейчас мы поем пока песни не из синглов. Споем песню «Я вернусь», а нашего последнего альбома песни «Возвращение». Окей. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Напомню, здесь сегодня пластика. Погнали. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Пыль со звезд махнув крылом И туманности пронзив Астероидный паром Нас на землю привозил В черных дырах молоко Забурлило, взорвалось Зачерпнул его рукой Как вчера тебе спалось Я вернусь Я прорасту травой Я прольюсь дождем Но я вернусь домой Я вернусь Я упаду листвой Я прожгу лучом Но я вернусь домой ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расплетал хвосты комет Стратосфера я укрыт Самый важный элемент Продают из-под полы Гравитацию в мешок Бросил и заел луной Вот еще один прыжок После я вернусь домой Я вернусь Я прорасту травой Я прольюсь дождем Но я вернусь Но я вернусь домой Я вернусь Я упаду листвой Я прожгу лучом Но я вернусь домой Я вернусь 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 Когда концерты где? В Питере Вообще в принципе Концерт ближайший Послезавтра 23 мая В клубе Муз Пап Мы презентуем наши Синглы Как раз вот Вот то что появится Сегодня здесь Да-да Ага Мы там сольный концерт Плюс конечно кучу-кучу Еще других песен То есть не 12 А там 24 Ну то есть концерт будет большой Ну конечно Часа на два Ну примерно да Примерно так Муз Пап? Муз Пап да Во сколько? 20 0-0 Открыты двери 23-е 23-е суббота А Питер? А Питер пока у нас нет С Питером никаких дат Потому что Ну вот как-то Питерские промоутеры Нами не интересуются пока Как-то Вот нет предложений От них никаких Вы же под брендом ходите Ну они же не занимаются Концертами То есть у нас Лейбл он занимается Он всячески нам помогает Юридическую помощь Оказывает пиар Но организация концертов И свобода Ну и полностью творчество Полностью на откуп группе Вот так? Да Ну так Тогда объясни мне пожалуйста Может быть я ничего не понимаю Какой смысл Я ничего не имею против Вильвета Но мне все-таки любопытно Какой смысл тогда Быть Принадлежать лейблу? Ну В данной ситуации Уже принадлежим Ну а какой смысл? Если они с концертами Не помогают Если они в общем Вас как-то не продвигают особо Продвигают по своим каналам По каким? Извини конечно Ну вот там Участие на фестивалях Например Это их работа А не наша То есть мы бы наверное Никогда на нашествии Не выступили бы Так Ну Такие вещи Нет иногда Для того чтобы выступить На нашествии Нужно просто понравиться Программному директору Или да Ну в первый раз Когда мы в первый раз Выступили на нашествии Там была не наша работа Да Хорошо Понятно В общем в принципе Вы довольны своей жизнью Ну а что жаловаться? Не знаю На всякий случай спросил Мало ли А вдруг есть что пожаловать? Пожалуйся Нам было бы интересно На что ты жаловался? Если было бы на что пожаловаться Я бы пожаловался Самый счастливый музыкант В России как минимум Он вообще ни на что не жаловался Не ну я могу пожаловаться Конечно На какие-нибудь вещи Но они не связаны с музыкой Ну пожаловался Хотя бы на что-нибудь уже пожаловался Дороги в Орле Ну вот Хоть нормально Человек стал похож Это противно Все ему Все хорошо Ты понимаешь Так Дороги плохие в Орле Ты был в Волгограде? Ну я А вы в Орле были? Да По детству я там был Но правда там совсем были другие Дороги стали хуже Последнее время Я там конечно же не Ты не знаешь дорог Волгограда Дружище Дороги Волгограда Но они мне кажется Просто 43-го Не восстановили Абсолютно верно Вот после того как побываешь В Волгограде Прокатишься А у нас тоже с 43-го А То есть у вас это тоже Достопримечательности городские Как и в Волгограде При этом Волгоград красивый город А с дорогами там Как в Орле В Орле даже хуже наверное 46-47 Это короткий номер для СМС-квашек Сначала свои Потом пробег О какую музыку вы слушаете В своем плеере? Спрашивает Кто-то без подписи Ой Сейчас скажу Плеер достанешь ты Ну да Сейчас уже все в телефоне Знаешь Вот есть такой хороший анекдот Кто такой зануда Зануда это тот Кто на вопрос Как дела Начинает реально рассказывать Как у него дела Ну вот сейчас я расскажу Я же зануда Ну кстати я правда зануда А ты вспомнить не можешь Навскидку Что ты слушаешь Не я могу вспомнить Я могу вспомнить конечно Навскидку Но я просто то Что мне реально нравится Ну давай Смотри в плеер Я очень люблю группу Твилайт Сет Так Вот Шотландская группа Они играют Такой Построк Но на шотландском языке И это Вот прям Настолько Настолько Фирмово Вот по-шотландски Что прям аж за душу берет Твилайт Сет Это вот мои последние Прям не кумиры А то что у меня из плеера Не вылезает уже наверное Прошлый альбом их не вылезал Три года И сейчас вот Свежий вышел 2015 год Я не знаю сколько он еще будет Не вылезать То есть ты четыре года Слушаешь одну группу Не ну у меня там еще там Штука 300 наверное Всяких альбомов Я надеялся что он сейчас Список начнет Он просто заглянул Чтобы вспомнить Как называется группа Нет я начал смотреть Чтобы посмотреть Точно я про них Или хотел других Высказать Не еще есть отличная группа Которая называется The Cage Cage the Elephant Так Вот мы очень ее любим Еще Еще Когда люди об этом Ты пойми Когда человек об этом спрашивает Он хочет скачать И послушать то что мы слушаем Я предполагаю На самом деле Мы уже Классические вкусы Мы вот сегодня ехали в машине И слушали Толерантный диск Мы по 20 песен Кажется все скинули Нашему барабанщику Владельцу автомобиля То есть Моисеева там нет Нет Если диск толерантный Ну он толерантный По отношению к нам А я понял По отношению водителя К нам Я понимаю Так что за диск то был И вот мы скинули По 20 треков Чтобы не слушать Deep Purple Всю дорогу Как обычно Это у нас происходит Мы сегодня Сегодня слушали Разнообразную музыку Там и Pearl Jam И я даже Нирвану записал Почему-то Нирвана не было сегодня Не дошло до этого Короче Я так понимаю Очень разноплановую музыку Слушаешь Да мы Битлз любим Вот с этого Надо было начинать Иди пой Я бы сразу все помню Сказал бы Битлз любим Начинаешь вспоминать Какие-то шотландские группы Хочется же Хочется же Что-то вымахнуться Битлз все любят Как песня Следующая называется Следующая песня Называется Дельфины Это как раз Нашего нового сингла Презентация Отлично Вот наконец Дождались Свежачка Как всегда Живой звук В программе Живые Здесь сегодня Пластика Поехали Убийца Времени Смотри Не разбейся Летим На краешки Земли Ноги Светив Под солнцем Наши плавники Режут масло Волны И тень Твоей руки Так прекрасно Мы с тобой Дельфины Снова мы Дельфины Ветер Ветер Бьет Нам В спину Лови Свою Волну Лови Свою Волну Ветер Свою Ветер Ветер Внезапно Кончится зима Я простужен И отражается опять небо в лужах И вместо крыльев плавники вырастают И неужели на всю жизнь опоздали Мы с тобой, дельфины Снова мы дельфины Ветер бьет нам в спину Лови свою волну Лови свою волну Мы с тобой, дельфины Снова мы дельфины Ветер бьет нам в спину Лови свою волну Лови свою волну В границе времени и тел Мой без калина вырылся По толщи да раздавлен Пытаясь плыть Спасайся и меня спасай Спешит почетная слеза От подбородка к сердцу Тебя забыть И снова плыть к рассвету Спасибо С премьерой Да Мне надо сказать С премьерой Сегодня еще 4 или 5 премьер будет Я так понимаю Да? Да Да Вот зачем он это сейчас делает? Не знаю Он? Чтобы в лоб получить Я понимаю Ничего Ничего Оформляет Подложечку звука Короче Человек извиняется Я так приятно Извините еще раз Как ты сделаешь Ну извините Пожалуйста Прелесть какая Слушай Вот какая интересная штука Вот этот вопрос Правда Очень любопытный От того же самого Джеймса Куликова Который Любуется Как я понимаю Бэк-вокалистом И гитаристом коллектива Он уже комплимент писал По этому поводу Насчет брутального Бородатого Есть ли в мире песня О которой Леша жалеет Что ее написал Не он И Соответственно Есть ли песня У самого Леши О которой он жалеет Что ее таки написал Ну-ка Вообще нет сожалений То есть все что написал Никаких сожалений нет Ну а Почему же Каждая песня Это определенный этап В моем профессиональном Ну росте То есть Всегда начинаешь С какого-то говна Ну понятно Потихонечку Раз 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 Все лучше 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 Все вкуснее Вкуснее Становится Конфетка Появляется То есть Я их воспринимаю Там Песни Которые Мне не нравятся Я их воспринимаю Просто как этапы развития Поэтому Чего жалеть Если бы их не было Не было бы дождя Не было бы других Хороших песен Ну в общем да Абсолютно логично Все Хорошо Так На первую часть вопроса Почему ты не ответил А еще Тоже не жалею То есть нет ни одной такой песни В мире Которая тебя так торкнула Что ты подумал Нет Есть куча песен Которая меня торкает Прям вот прям Вообще А вот что не я Не я что написал А чего жалеть Это же все равно не я Уже Ничего не сменишь Ты посмотри Вообще ничем Не взял Так Буддизм Я никогда не думал Что Ракетин пофигист Абсолютно Я не пофигист Я просто Я трезво смотрю На вещи Я не я Эту песню написал Почему я должен жалеть О том Что не я написал Например бывает Вот профессионально Слышишь от какого-нибудь Другого ведущего Какую-нибудь классную реплику Фразу Шутку удачную Думаешь Блин Эх Нет я могу восторгаться Я Всецело Там Просто могу проникнуться Треком Песней Там у меня куча Любимых песен На которых у меня Мурашки по спине Там Но Сожаления нет Как такового Я просто понимаю Что Как сказать Ну вот Есть Мне нравится песня Джона Лена На имэджин Да Я понимаю что Я никак не могу И не мог ее сочинить Особенно учитывая Что все музыканты Молодые Начинают так и сгорать Тем более он написал Он же тоже начинал Наверняка С чего-то такого Тухлого Ну там рок-н-ролльчики Ну вот В 70-м Он ее написал В 70-м году А меня еще тогда не было Я не мог никак написать ее Даже если бы очень сильно хотел Жалеть не о чем Смотри Все-таки картинка в студии Дает определенный Ну скажем так Цинус Да Ну ты понимаешь о чем Мы говорим Если имею ввиду язык Яна Носанова Судя по всему Так ставится в ударении Яночка извините Если где-то не так Ударил по вашей фамилии Привет ребята Пиштана Хочу сказать Я вас давно слушаю Но ни разу не видела Внешность вокалиста Не вяжется у меня С его песнями Он сама интеллигентность Очень приятная внешность В песнях мы материмся Там у нас Фессальные шуточки Отпускаем Да В том и дело Как это Вот теперь мой вопрос Ты вот эти очки носишь Специально чтобы выглядеть Поинтеллигентнее? Нет для зрения Нет серьезно? Да Я не очень хорошо вижу Сколько у тебя минус? Минус три наверное сейчас Та ноешь фигня Ну как бы В условиях города Если ходить Я уже мало что вижу Ну в общем тебя тоже Без очков трудно представляю Я всегда Я помню тебя всегда В этих черных Роговых Оправах Ну вот девочка Никогда раньше не видела Не ну приятно Обмануть ее ожидания Или наоборот Может неприятно Может она ожидала Клипы же у вас есть Клипы есть И не один Есть И ты там везде И где есть Ты всегда Вот он ты Да вот он Я в очках такой Может она не смотрела Она просто если видела Клипы думала что ты артист Приглашенный Специально приглашенный артист На все клипы Естественно да Судя по всему Вот видишь как твоя внешность Никак не вяжется У меня такой эпизод тоже был однажды Но не хочу к этому возвращаться Когда представлялись Совершенно по другому Ну Не у меня ирокез Как бы сейчас выбрать В общем Чуть-чуть Он же зарос Повернись Где Ну вот и где Он подзарос уже Ну так и все Подзарос так и молчи тогда Нормальный ирокез был Вот у меня помнится Году в 73-м помнится Носил я иокез Сейчас подзарос Так будут ли песни с игрушки Для взрослых Самого крутого альбома группы Уже доши сыграли Ну вот так вот Человек видимо проскочил Может быть только подключился Еще не очень знаю Привет из Нижнего Передает Кстати что касается концертов и туров Вы проскакивали какое-то время назад Где-нибудь По каким-нибудь городам России Ну мы так по центральной ездили Там в Смоленск Ездили в Тулу Так в Смоленск Тула Да И все Все Москва Орел Смоленск Тула В Питер Однажды заглядывали Вот Потому что народ тут прям активнейший Зовет вас просто Да и мы с удовольствием приедем Куда хотите Главное Предложите нам что-нибудь Ну вот Ну предложите нам официально Приезжайте к нам официально Это что значит официально Ну чтобы Любой поклонник может написать Ребята приезжайте к нам играть Мы приедем к нему И где мы будем у него играть На кухне Вот это логично Вот очень хорошо То есть человек профессионал должен Под нас позвать Человек который занимается Организацией концертов А для того чтобы профессионал позвал Я сейчас маленький секретик Открываю тем кто Хочет этих ребят увидеть в своем городе Вы должны ходить по клубам Ну просто Даже не на концерты Просто заходить по клубам Когда у вас будет пластика Да просто Чем чаще спрашиваете Тем быстрее нас позовут Вас конечно начнут тихо ненавидеть Люди работающие в этих клубах Особенно те кто стоит на входе Охранники Они вас просто будут узнавать Уже метров за 100 И как-то так стараться оттолкнуть А вы своих друзей подталкиваете туда Друзья заходят и опять А когда будет у вас пластика? И когда уже достанет этот вопрос Всю клубную общественность Работающую в данный момент В этом клубе А вот она И раз афиша Пластика Вас будут тихо ненавидеть Но громко радоваться Ну то есть ненавидеть Те кто спрашивает Хотя когда придет огромная толпа людей В этот клуб на концерт Человек так в 60 Ну это и для многих городов Я вам скажу Большая толпа В следующий раз Они вас будут уже звать самостоятельно Через Дай бог Через лейбл Ну я так сейчас посоветовал Как быть с тем Чтобы группа приехала Все таки Давайте петь Давайте Что будет Леша Следующая песня называется Писатели Это как раз трек Который не выйдет на новом альбоме Но в сингл не вошел То есть это просто премьера песни Совершенная премьера Да Спасибо вам, братцы Огромное Это неожиданно, конечно Но приятно Всегда рады Совершенно свежая песня Абсолютная премьера Звучит песня в первый раз Группа Пластика Засел Погнали Зачем ты мне приятно? Зачем ты мне приятно? Подшивки новостей Эталон образец Законсервированных слез Я сдаюсь, я боюсь Я отключаюсь от сетей Воспитывает злость Волшебный мир людей Ты скажи, ты зачем нам слово Эту ложь принес? В темноте добродетели Шугают без отец Не помогут нам писатели Дилеры 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 Все возможности Истратили Дилеры Истратили На замок Не будет Никого Кто придется Берет тебя с собой В свое кино Кто готов поплатиться За свободу головой Не помогут нам Писатели Дилеры И неприятели Все возможности Стратили К финишу Пришли На самом старте Мы Не помогут нам Писатели Дилеры И неприятели Все возможности Стратили К финишу Пришли на самом Старте Старте Мы Это только что была совершенная премьера Песня от группы Пластика Нигде ее еще пока нет Она только войдет в новый альбом О котором я так понимаю еще только речь идет Да его еще как Мы записали его уже Уже записан Да он абсолютно Он готов В принципе там осталось Буквально Пару нюансов Плодовитый ты Ну на самом деле С 2012 года Альбомов не выпускали Так вы до 2012 года Их только в 2012 В 2012 наклепали Наклепали А потом у нас был период Такой момент Ничего Надо было отдохнуть Надо было отдохнуть Переосмыслить Концепцию Как-то поменять Чуть-чуть Записаться по-другому Мы же вообще по-другому записывались Это как Мы прям в студии Вживую Фигачили Ну то есть как сейчас Да И писались И альбом Да Слушайте а так удобнее же Ну быстрее Ну как быстрее Если когда с 30 дубля То медленнее А когда с 1 быстрее Ну вот Даже если с 5 Я тебе уверяю Это будет быстрее чем в студии Быстрее И самое главное Что у нас была задача Сохранить энергетику И дыхание песен И мы пришли к выводу Что вот у нас есть Большая проблема С нашими записями То что Она есть То что мы не звучим Как на концертах Она пропадает Вот энергетика И это заметили слушатели И даже народ пишет о том Что надо же в живьем То они звучат Гораздо интереснее Чем записи Вот И поэтому мы записали Альбом новый и так Именно вот в таком режиме Вот лайва А почему так получается Я не понял Неужели нет рукастых Ушастых звукачей Которые могли бы вас записать Так качественно Да мне кажется Просто это особенность Вот просто вот Нашего звучания Как группы Мы реально хорошо звучим вживую Ну Достаточно Достаточно хорошо Это правда Действительно А когда мы пишем Может быть это особенность Например меня как вокалиста Я не очень может быть хорошо С точки зрения нот Я пою правильно в студии Но с точки зрения энергетики Драйва Может это все теряется Ну и каждый когда записывает Там кто-то гитара Кто-то барабаны Это же все Когда барабанщик отдельно пишет Он не слышит песню Он нету этого ощущения Что вот вся группа играет Прямо вот Как в 60-е годы Мы в конце концов Нашли такую студию Где так записывают В Москве записали Пауэрхаус Надо будет запомнить Интересное место Вот И мы там записали Вот целиком Пластинку вживую Без клик-сигнала Без наложений Когда будешь читать Потом комментарии По сегодняшнему Ты заметишь Что люди писали Об этом чуть раньше Вот они чувствуют Удивительно Но группа звучит Живьем интереснее Чем в записи Вот на смс-портале Кстати номер 4647 Очень коротко Понятно Логично запомнить Просто 4647 По-моему легко Это сколько вам Где-то 4647 Где-то так Сначала пишите свои Про Бельчика Дальше уже все Что хотели бы высказать Здесь человек Не знаю как зовут Опять-таки Не подписывайтесь Зря Хотелось бы вас По именам называть Спрашивает Родной город Как-то оставляет След в песнях Я могу за тебя ответить Оставляет Я это вижу Вот если вы видите Картинку Вы поймете Что Леша Когда поет Он подпрыгивает Периодически Это дороги местные Домашние Это след родного города Он просто не может Он просто привык уже К этому тремору И в песнях Когда поет Он все время Так вот На родину возвращается Есть такое Да Нет а если серьезно Конечно есть Про дороги Я про след Про след Я про след Конечно есть да След родной город Оставляет какой В песнях Ну Мы Вот Ну я про себя могу сказать Я глубоко провинциальный человек Да ты что Да Да ладно Да А в чем это проявляется В том что я Например В Москве Мало выдерживаю То есть Я спускаюсь в метро Поднимаюсь из метро И все Я уже Зажеван Как Магнитофонная пленка Ты зажеванный крот Вообще Я уставший Я просто Я готов уехать В тот же день Я стараюсь Москве проводить Как можно меньше времени То есть Ты любишь Спокойную жизнь Размеренно Мне нравятся Тихие провинциальные Городочки Ну Орел Он не совсем тихий Но он провинциальный Вот Ну Пока так Пока в Орле Провинция Накладывает Свой отпечаток То есть Тебя суета Смущает Московская Или люди Которые не улыбаются Или грязь Все вместе Это же Не так вот Не сказать Прям конкретно Мне не нравится Москве Вот То что им идет Человек навстречу И не улыбается Все вместе Комплексе То есть Хотя безусловно Я Это не относится Никак к каждому Конкретному москвичу С которым я дружу Общаюсь То есть Это Совершенно не зависит Они просто привыкли к этому Они вот Как Мимикрируют Под общую Среду И нормально Себе живут Не мешает тебе Жизнь Скажем Оторванная По сути дела От Москвы От Орла Сколько ехать 360 километров Ну это часов 5 Ну вот да Где-то так 5-6 Если особо Ну все равно Здесь вся Цивилизованная Музыкальная Все что есть Москва и Питер Цивилизованная Музыкальная культура Это центры Так и так Ты сюда возвращаешься Ну на концерты На работу А репетиции Мы в Орле Репетируем Живем Ну то есть Нет Целиком Абсолютно Никуда Там вот все на месте Мы репетируем в Орле У нас гитарист Олег Он живет в Москве Вот Он по скайпу репетирует Нет Ну мы Скажем так Синхронизировали процесс репетиций Сейчас как бы С этим С этим нет Тебя не слышно Если что Сюда говори Мы не охота Линяя линяя Он тоже из Томска Ему тяжеловато На микрофон Добраться Линяя линяя Ну в общем не мешает Жизнь оторванная от Москвы Нет Интернет спасает В том плане В плане коммуникации С гитаристами Если потворческие процессы Интернет это чудо Интернет нас всех спасает В данном случае радиостанцию тоже Так Если иметь ввиду Вот такое сообщение Я все-таки его зачитаю Потому что Андрей Архипов Это наш один из постоянных слушателей И писателей Сюда Имею ввиду группу ВКонтакте Пишет вот что Он уже это сообщение Судя по всему писал Поэтому Я вижу как цитату собственную Он пишет что повторяется Но Задаст вопрос Опять это концепция Что же это все-таки такое Ну хоть бы кто-то объяснил А то только треки выбирают С дисков Объясняя это что Мол концепция И все такое Ну я не понимаю Что Интернет и великий гугл Вместе с яндексом Знают все Но хотелось бы услышать Это музыкант Что такое концепция Вот когда сказал Что эта песня Не подходит по концепции К альбому К новому нашему звучанию Но она Песня свобода выбора Полностью Завязана на Электронной подложке Которая вот Клик-сигнал И там электрон Прямо электроника Явно слышна Сейчас мы играем Без подложек Играем без клик-сигналов Соответственно Мы эту подложку Использовать не можем Почему? Потому что она Она Ну это Вот там есть темп Метроном Метроном 120 например И что? А мы играем сейчас Без клик-сигналов Мы его не слышим А вы играете 140 Я понял Ну и что? А мы играем как угодно А как мы эту подложку Синхронизируем С нашим живым звучанием? Никак Никак? Ну так надо же придумать Как это можно? Можно же придумать Мы пока не придумали С этой песней мы не придумали С дождем разобрались Например Там с авиацией Там с другими треками Просто я думаю Я сейчас ждал от тебя Какой-нибудь реплики Как это обычно В лыблах любят Сейчас не хочу Опять же никого видеть Говорить что мол Ну каждая песня должна Прежде всего отвечать на вопрос О чем этот альбом Каждая песня должна быть Близка друг к другу И слушаешь альбом Иной группы 12 песен Одна на одну похожа просто Одна из одной вытекает Ничего интересного Ну тут главное палку не перегнуть Хотя на самом деле По мне тогда Но в определенном смысле В этом тоже есть доля истины В том что когда Абсолютно разноплановые песни В одном альбоме Могут не работать между собой Это же не сборник треков Нет секундочку 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 Не надо чтобы все были Разноплановыми Достаточно парочки вещей Ну безусловно Группу AFK знаешь? Да конечно Послушай Что они сейчас Ты знаешь что они с дудками сейчас играют? Вообще я вот Их не слышал с момента Как паштет ушел Очень рекомендую Они очень сильно экспериментируют И это никак вот лично Меня не отталкивает От коллектива Надо послушать Послушай У них сейчас групповая секция Мэтт-бэнд С ними работает Два тромбона И труба Так неожиданно Я тебе скажу Ну я тоже бы Не ожидаю Не ожидаю И они при этом не говорят Ой это не попадает в концепцию Мы больше Все Любой инструмент может попасть В музыку Главное чтобы он ее украшал А не И портил Вот и все Да Кстати давайте поблагодарим Звукорежиссера Да Главное спасибо Сергей Да 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 Сергей Дебальский Звукорежиссер программы Живые за тот звук Который слышит аудитория И которым наслаждаются люди Потому как всякие расхвалят звук Спасибо вам За эти добрые слова Огромное Так Что у нас запланировано На финал этого часа Финал часа Это у нас Так Сейчас А где мой Кто у меня забрал трек-лист Кури В телефоне у тебя Кури 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 запрещено Почему Слушай а мы не успеем 12 песен сыграть Успеем больше Успеем больше В этом часе нет В следующем доиграем Ага Сейчас будет песня Кури Это песня Скажем так Это тоже премьерная песня Для группы Пластика Потому что Это трек Проекта Банев Так Мы играем кавер-версию Это электронная как бы версия Мы играем кавер-версию на меня А сколько она по хронометражу Коротенькая Ну подожди Подожди Не вставай тогда Коротенькая это сколько Ну 3 минуты А это коротенькая 3 минуты Значит у нас еще есть буквально Полторы минутки Чтобы поговорить Потому что я хочу песни закончить Час А не после песни Еще разговор разговаривать Тогда я вот что Прочитаю Вот Рома Усольс написал Создается впечатление Что у ребят Даже самая грустная песня Будет звучать очень позитивно Это все от манеры подачи твоей Светлая грусть Наш конек Да Вся грусть еврейского народа Я знаю Это мне мама А что ты ржешь Мне мама всю жизнь говорила Глядя мне в глаза Говорил Сынок Вся грусть еврейского народа В твоих очах У меня футболочка Отражена Какая? Ганзен Моузес 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 Ганзен Моузес Ага Хорошо Так Еще есть Какое это было сообщение Подождите Очень ждал Очень жду Очень жду Пластику Зацепили еще в живых На нашем Тогда Не слышал в прямом эфире Но переслушал в архиве программ На сайте радиостанции Был приятно удивлен Вокал, тексты, песен, подача Материала Аранжировки В общем группа Явно меня не оставила К себе равнодушным Вопрос Учился ли Алексей вокалу? С уважением Ко всем присутствующим Ваш слушатель Ваш слушатель из города Томодедова Максим Зверев Спасибо Максиму За теплые слова Вокалу не учился Это заметно Да ладно Перестань Я всегда говорил Что про Китина С чувством юмора Все в порядке Но иногда его заносят В том плане Что ты не понял Вокал-то у тебя прекрасный Я прекрасно понял Просто время уже петь Маме с папой Ты сказал 3 минуты А еще 3 минуты Еще можно разговаривать Хорошо Кто здесь ведущий Я понятен Ты по-моему Попутал места Ну хочешь петь Иди пой Еще было 40 секунд Можно было еще Даже на вопросы Поотвечать Ага Ну ладно Прощаем Кури Пластика Как всегда живой звук В программе живые Поехали Продолжение следует... Каждый день Каждый день Как понедельник Как начало длинной песни Каждый день В чужой постели Слышу пение птиц окрестных Каждый день Как танец сабли Каждый встречный Бьет мне в печень Я лягушка В клюве цапли Не заметен Но замечен Кури Я разрешаю Кури А хочешь чаю Смотри Как я мечтаю Смотри Как я взлетаю В небо Каждый день Как воскресенье Впереди ждет бесконечность Если воздух Если воздух То весенний И любовь То только вечная Если слезы То только счастье Если смех То только честный Если жизнь То в нашей власти Если смерть То только в песне Кури Я разрешаю Кури А хочешь чаю Смотри Как я мечтаю Смотри Как я взлетаю В небо Кури Я разрешаю Кури А хочешь чаю Смотри Я умираю Смотри Как я взлетаю В небо Каждый день как понедельник Ну что, двинемся дальше, напомню Сегодня в живых группах Пластика Орловский коллектив Замечательный коллектив Любят они свою аудиторию, поэтому пишут Альбомов много, сегодня представляют Даже два сингла и даже новую песню Из следующего нового альбома уже показали В общем, плодовитая, замечательная группа Песня, которая сейчас прозвучит Будет называться Не-не-не, не путай микрофоны Улетаю Это что-то новое, опять же Да, это песня с нового сингла Замечательно, как всегда живой звук В программе живые, погнали До нитки выжатая ночь Кулак ободран, а гранит Мы до тла не сгоревшая мишень Ты пойми здесь Того, кто спит Вот постель, вот работа, дом, постель Телефон взрывается и вновь звонит Улетаю Улетаю Я вернусь обещаю Но куда не знаю Но ты меня дождись Но ты меня дождись Но ты меня дождись Ты почти спокойна, но чуть-чуть Раздражаешься на яркий свет Не забудь, не забудь Не забудь нас взять с собой В свой покой предательских планет И вновь Улетаю Я вернусь обещаю Но куда не знаю Улетаю Улетаю Я вернусь обещаю Но куда не знаю Я вернусь обещаю Но куда не знаю Улетаю 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 Я вернусь обещаю Но куда не знаю Улетаю Улетаю Я вернусь обещаю Но куда не знаю Улетаю 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 Я вернусь обещаю Но куда не знаю Улетаю 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 А тебя какой период интересует больше всего? В детстве меня интересовала античность А сейчас мне больше всего нравится Ой, мне, честно говоря, нравится больше всего Вот самый древний период, когда... Когда людей еще не было И было хорошо Да, и было очень хорошо Когда никто никому никаких козлов и свиней под хвосты не клал Если... Динозавров я люблю Если серьезно, да Но, к сожалению, история человечества не занимается историей динозавров Я понимаю А если серьезно, то это период где-то... Хотя, как сказать, кто больше человек, то больше динозавров Период зарождения человека до где-то 10 тысяч лет до нашей эры Ну, там совсем ничего непонятного и неизвестного В основном это мифология То есть ты в сказках живешь? Нет, ну, не сказка Это мне больше всего нравится В последнее время я увлекаюсь мифологией древнего человека То есть мифология индейцев Южной Америки, например Замечательно Замечательно А вот Катерина Лысенко внимательно слушает, что пишет Слушать пластику началась песня бесполезно И, так сказать, втянулась А пару лет назад послушала Алексеев в живых И была очень впечатлена тем, насколько это светлый человечек Его всегда интересно слушать А по поводу истории хотелось бы спросить А почему именно эта наука? А не химия, например? Я три года учился в машиностроительном техникуме Перед карьерой историка И я там очень устал Я бросил его, закончил вечернюю школу И поступил на исторический факультет Потому что мне в тот момент Больше всего из всех предметов Мне нравилась история Я понимал, что я в ней более-менее разбираюсь И я увлечен ей, правда Мне хотелось прямо То есть ты продолжаешь? Ты не оставляешь эту науку? Ну, я в принципе, конечно, как историк Я уже сейчас не профпригоден абсолютно, конечно Но самообразованием я продолжаю заниматься Потому что это интересно в первую очередь То есть ты имеешь в виду как историк научный Как профессионал, который занимается каким-то периодом, например Я не профпригоден абсолютно Ну, историю знаешь? Ну, стараюсь знать И стараюсь как бы не терять нить Это очень правильно Вообще это полезно Знать историю На самом деле это наука Которая позволяет нам оставаться самими собой Потому что те, кто забывает о своем прошлом Прежде всего забывают о себе И они прекращают быть людьми, по сути дела Все правильно Вот Поэтому я уважаю, на самом деле Людей, знающих историю Кстати, в школе больше всего Как раз и любил предметы гуманитарные Такие как история, литература, русский язык Географию любил, да, очень И терпеть не мог, кстати, сказать Упомянутую выше химию Вот Терпеть не мог Химию физику Простите, простите, ребята Не-не-не, а бога ради Я не думаю, что ребятам, химикам Это как-то повредит в их жизни Поначалу, когда вы только-только начинали учить химию Это какой класс? Четвертый, пятый, не помню Седьмой, по-моему Седьмой, да, ну, пускай седьмой Я сейчас уже не помню Нам сразу показывать начали эксперименты всяческие, опыты Это належу сюда Это сюда, пена пошла Думаю, вау, какой предмет интересный Это было два урока А дальше Ну и потом, да, все Вот эти все формулы Вот эти все цифры Мама моя дорогая Чтоб я жил так хорошо Ну а потом это курс дворовой дымовухи Да Все прошли и все знают химию на этом уровне Да, не дай бог Вот этого достаточно было Мы, я тебе скажу, мы в кабинете физики Двери вышибали бомбочками Да, можно вспомнить еще много интересного Тоже был предмет, который я любил нежно Давайте петь, братцы, что это будет? Это будет песня Solaris С синглами Адзаки как раз Это вот опять же синглами Адзаки Да Напомню, группа Пластик сегодня представляет синглы Два сразу написанных ими И еще прозвучало, напоминаю об этом, премьер песни Совсем-совсем свежего альбома, который пока еще даже не вышел Он только готовится Погнали? Поехали Непрямая пунктир Пересек черной кошкой путь домой Двойников не найти Кто-то хрипло закашлял за спиной Может, это я сам Словно взорван в отсеках Субмарин в голове голосом Только правду одну я говорил И чернила опять Исчезнут со страниц отраженных в море Поиск истины бесполезен Поиск истины в нашем споре Я стою вдалеке Дальше я только в свитере Другом и на черном песке Кто-то пишет черным молоком Я король всех себя Повелитель всех где И отчего И надеждой своей Я себя обреченно Бочевал И чернила опять Исчезнут Со страниц отраженных в море Поиск истины бесполезен Поиск истины в нашем споре Поиск истины в нашем споре И когда нас умет Солярис Мы утонем его Надежды И темнием с новыми Нолями Никогда я не буду прежним Никогда я не буду прежним Редактор субтитров А.Семкин Спасибо Слушай, а вот что касаемо Быть прежним, не быть прежним Изменений Человеческих изменений Творческих изменений Личностных Прежде всего Ты же историк Ты же понимаешь прекрасно Что реальность Она мгновенна Вот мы сейчас с тобой Разговариваем Это сейчас А уже мгновение Все, это уже прошлое И все становится Прошлым моментально Будущее На которое мы Всякий раз надеемся И рассчитываем Оно эфемерно Потому что никто не знает Что будет завтра Вот сегодня К сожалению Неприятная новость Там скажем Утром в новостях Обнаружил Что автобус с детьми Ехавший на соревнования По-моему Автобус из Казани Ну микроавтобус Мы не в курсе еще Микроавтобус Влетел В грузовик Погибла девочка Там десятилетняя Погиб руководитель Федерации карате По-моему Как раз ребята Каратисты Ехали на соревнования Они же Дети еще совсем Да все И они Как мы всегда Надеемся на что-то На победу Где-то Мы надеемся На какой-то успех И вот так Раз В одно мгновение И все может прекратиться Это очевидно Об этом наверное Долго рассказывать не стоит В общем печальные такие вещи Рассуждать об этом не хочу Но ты как историк Как человек Понимаешь Что реальность Она очень эфемерна Она вот здесь И сейчас Но Как тогда получается С твоим опытом И жизненным Человеческим И творческим опытом Я Не останусь прежним Я изменюсь Да Говоришь ты например В этой песне Никогда я не буду прежним Никогда я не буду прежним Что ты имеешь ввиду? Ну После встречи с Солярисом Так Персонаж книги Станислава Лема Он не остается Не остается прежним Тут простой Тут Эта философия Не моя Это Я у Лема взял А то есть Это не твое Ну как бы Я с этим согласен Хорошо Тогда давай объясняться Ты с этим согласен Почему В какой части Я не верю Ну там же вообще Просто нам Чтобы об этом рассуждать В данном контексте Нужно вспоминать Содержание этого произведения Я понял тебя Не хочу это сейчас Действительно этого делать Но я объясню Почему я об этом спрашиваю Я не верю Что люди меняются Не верю Человек становится Личностью Где-нибудь после пяти лет Все самое главное Важное Родители Меняются как? Я сейчас объясню Вкладывается в человека Да если в него заложено добро То оно в нем будет Если в нем заложена порядочность То оно в нем будет Если в человека Маленького еще тогда Пятилетнего Допустим ребенка Вложено понимание того Что есть Хорошо Что есть плохо То оно в нем будет Если в нем всего этого нет А заложены Совершенно да Другие какие-то качества То они выплывут Рано или поздно Человек не меняется А человек подстраивается Под обстоятельства Вот скажем Как бы там ни было Вот все что есть в человеке Все что в него заложено Оно может выползти Пардон за такое слово В одной или другой ситуации Ты же знаешь Допустим Случай Когда человек Знать не знал про себя Что он может убить А ситуация Случилась такая Вот вокруг него В его жизни Что он взял оружие И пошел убивать Хотя был добрейшей Душей человека Никогда бы не мог Об этом подумать И ты скажешь ему Да как-то ты изменился Да нет Нифига В нем это было Просто не было Необходимости И возможности Выплеснуть Это наружу Вот поэтому Когда говорят Что я изменюсь Или я не останусь прежним Я честно говоря Всегда саркастически К этому отношусь Лично я Лично я Очень многогранный Многогранный вопрос Который можно обсуждать Бесконечно Я и хочу Чтобы меньше петь Побольше поговорить Да шучи Ну безусловно В ребенка Вкладывается В личность Вкладывается В детстве Закладывается в детстве Большая часть личности Но мне кажется Что если заложено правильно Человек способен К изменениям Ну вот например Становится человек Буддой Да Батхисаттвой Он изменился или нет В этот момент Или остался прежним В нем это было Просто в данный момент Ему нужно было Вытащить из себя Те качества Которые в нем были заложены Если в нем их нет То как он может Их приобрести Он изменился Он этому научился Когда Когда он успел Этому научиться В нем это было Просто не было повода Ну как мне кажется Сложный вопрос Да ладно Хотел по философству Ведь это не получилось Не ну мы можем Прохлософствовать просто Ладно Я сейчас прочитаю Одно сообщение Отвечу Яне Очень интересует Такой вопрос Пишет она Что слышат музыканты В наушниках Там мегадес у них Чтобы меня не слышат Они слушают Красивую и тяжелую музыку Я Это модерн токинг Да И мы так поняли Что в студии звучит Только ударная установка Раз на фоне Сей прекрасной музыкальной Обстановки Скучает девушка С телефоном в руках Мы в недоумении Все девушки Находятся в наушниках Они слышат Девушка с телефоном А так она тоже в наушниках Она просто слушает Объясняю Объясняю Яне Здесь в студии Кроме барабанной установки Слышны комбари В которые заряжены гитары Понятное дело В наушниках Для того чтобы слышать Честно скажу Микс Общий микс Звучащий В пульт Уходящий Все слышат то что Слышите вы Яну Все то же самое Что слышите вы Слышат и музыканты Но если бы у них Не было наушников То вот как раз Те самые барабаны Забивали бы Все абсолютно И они бы не слышали Ни голоса Леша своего собственного Бо не слышал Ни гитара Они бы только барабаны И поэтому у нас Барабанщики Агрессивно настроенные Всегда ограждаются Стеклянной стенкой Чтобы не выпрыгнул В азарте Главное что не клеткой Кстати хорошая мысль Между прочим Давайте петь Что это будет Следующая песня Называется Вампиры города Она с сингла Дельфины Это еще один сингл Который сегодня Представляет группа пластика Как всегда живой звук В программе живые Погнали Дельфины Мы течем в артериях Метро Словно в трансе Я сейчас разбитое стекло Взорван не соберешь Кто-то снова падал Из окна Фары трассер Прострелил меня Насквозь и вновь Прикнул в дождь Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Не отбрасываю тень, до свидания В зеркалах не отражаются светофоры дома Мы сидим в квартирах целый день Наша тайна неизвестна нам Но почему она сводит с ума? Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Банально, то есть вы уже совершенно компьютерная, интернет-группа такая Нет, ну почему альбом мог бы быть 12, ты бы 9 прикрепил, а следом еще 3? Ну мы же как бы и одновременно, и лукавим, и нет, правильно, да? То есть 9 треков слушаются компактно Альбом слушается компактно, цельно Поэтому 9, ну и роль ВКонтакте никто не отменял Ладно, ну это да, это раньше, наверное, из экономии места на компактном диске В те годы, когда они только-только появились Люди старались впихать туда как можно больше 12-14 песен на альбоме Ну так, чтобы весь, так сказать, спектр песен В следующий раз Да у вас столько альбомов, мне кажется, можно и по 3 выпускать И нормально будет компактно слушаться Юрий Соловьев вот какой вопрос задает Планирует ли группа повторить свой удачный проект По музыкальному сопровождению мирового киношедевра Андалузский пес Или создать что-либо подобное Вообще расскажи об этой истории Она, правда, любопытна Ну в какой-то момент нам предложили поучаствовать в акции И вживую сыграть, озвучить немое кино То есть мы сами выбрали картины, которые мы захотели озвучить Это был Андалузский пес и фильм Рене Клэра На, господи, как же он, на антракт И отрепетировали, сочинили инструментальную программу И в присутствии зрителей сыграли, показывали кино Мы играем, озвучиваем кино, как топеры Только с гитарами Ну то есть топеры, сидя в углу, играя на фортепиано Он почти незаметен А мы, это была очень тихая программа А вы же, вы же Мы максимально тихо ее сделали Сделали максимально тихую программу Тем более, но с другой точки зрения Там в фильмах есть очень эмоционально мощные эпизоды Которые мы озвучивали достаточно громко В том же андалузском псе Там есть очень вещи жесткие Которые нужно озвучивать прям ух, брутально Так Ну вот А планы есть какие? Может быть, самим что-нибудь такое? Ну у нас осталось После этой акции У нас осталось отлично снятое видео И отлично записанный звук То есть любой желающий может посмотреть В любых видах Отдельно фильм просто со звуковой нашей дорожкой Отдельно наш концерт просто звук Без фильма И отдельно, где можно посмотреть В одном углу фильма В другом углу В другой части экрана мы выступаем Сколько там треков? Инструментальных Инструментальных Ой, дай бог памяти Что по 12, наверное Как 12? Ну там же есть очень коротенькие Инструментальные куски Вконтакте только 9 помещаются Мы тогда не думали об этом Вот видишь как Вы начали об этом поздновато думать Мы думали Тогда это была Ну просто утилитарная такая вещь Мы должны были озвучить фильм Мы же не думаем о том Что потом вконтакте Но это на пластинку собрано все? Это можно скачать в интернете То есть пластинки нет? Есть отдельный файл Который можно скачать Архив с альбомами Со звуком Да Но я спрашиваю А пластинку вы не выпускали? Нет, мы не выпускали На физическом носителе Ну это я так Значит Моя дача в Орле Реально вампир Всю кровь мне выпила Пишут Как там тогда? Пишут Огороды Вампиры огороды, да? Города вампиры, да? Человек пишет тот Который вопрос задавал На предмет Как родной город Оставляет ли след в песнях или нет? Оставляет, да Все-таки, да Огородный след Видимо Это и есть У нас город дачников Прям, конечно Орел? Да Знаешь, когда по пятницам едешь домой Вечером Возникает ощущение Что, в общем-то, Москва Она тоже вся живет на дачах А так на будни Выползает время от времени В город, в центр Потусить Видел бы ты А, что тебе рассказывать? А, видел? Ну, а говоришь Орел город дачный Какой нафиг? А, это пробки на Ленинградке, да? Куда, по-твоему, люди едут? Мы обычно попадаем в эти пробки Когда на нашествие ездят Не в Орел же они все поехали? Они же все на даче Естественно Значит, Артем Бажин Семен, будь добр Так, ну-ка, внимание Ничего себе А я злой пожизнечек Значит, задай вопрос группе По поводу свободного скачивания Их творчества в интернете Часть программы пропустил Возможно, пропустил ответ На сей вопрос Спасибо Как относитесь к тому, что вас скачают бесплатно? Ну, ты же все уже ответил раньше Очень нормально относимся Пожалуйста, скачайте Ну, вот он же сказал Все собрано на рутрекере В контакте 9 песен помечается Ну, уже ясно, очевидно, что вопрос А песен у нас 400 400, ну, все не вместится в контакте Сколько? Ну, там, ну, 300 на 400 Ну, много Если все считать, то щекнешься Секундочку Вот это с этого места поподробнее Все тексты твои? Ну, да, практически Там 1-2, может, мы с Виталиком Головиным написали вместе И почти 400 песен Ну, больше 300, наверное, да Больше 300 А сколько из них стали известными? Крутились в ротациях? Ну, штук 10, наверное Вот тебе твой КПД Не надо столько песен писать Да надо? Не надо А вот буду писать 10 Из них будет 0 Не надо Ты расходуешься, мне кажется, зря Нет, ну, вообще Это я шучу, конечно Любого человека свой Не, ну как без графомании? Да понятно Не без этого, конечно Давай петь дальше Что это будет? Следующая песня называется «Миядзаки» Ага С синглами «Миядзаки» С синглами «Миядзаки» Это заглавная песня Наш самый боевичок Было бы логично А пластика здесь сегодня Как всегда, живой звук в программе «Живые» Погнали И пропадаю в песня Слава искал Как будто камни нырнили песок Запада лети на восток Мой лепесток Загадка Все спишет без остатка Ты лети, лети, лепесток В Гластенбери или в усток Сдаюсь, ты победила Уходишь так красиво Оставляя кровь на листе Пирамиды лепят из тел Е-е Сдаюсь, я проигравший Не смог я в настоящем Прошлому дать новый виток Ты лети, лети, лепесток Е-е Это солнце без тепла Мы осколки без стекла Остаюсь на пороге отчаянья Ветер печален Ветер чуть дышит Спит аромат Расцветающих вишен Голова собаки Как в сказках Мияцаки Красным языком по стеклу Ты в холодном темном углу Е-е Стихами мажешь стены Словами о вселенной Разве что-то можно сказать Миллиардолетия назад Е-е Это солнце без тепла Мы осколки без стекла Ничего внутри Никого вокруг Нам уже давно пора Уходить давно пора Никого внутри Ничего вокруг Ветер смеется Ветер крепчает Я остаюсь На пороге отчаянья Ветер печален Ветер чуть дышит Спит аромат Расцветающих вишен ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я сейчас задумался, какую бы эмоцию свою выразить слух, но не буду этого говорить. Ну, мне кажется, в песне все спето, и совершенно ничего объяснять не нужно. Эмоционально вот я, допустим, свои эмоции сейчас поберегу. Джеймс Куликов, опять же, потому что он, по-моему, за вами следит. Архивариус. Думаю, ребята еще должны рассказать о том, что открыли краудфайдинговый проект в поддержку скоро выходящего альбома, чтобы заинтересовавшиеся их творчеством слушатели могли бы поучаствовать. Ну, рассказывай тогда. Джеймс Куликов просит. Хорошо. Мы вот перед записью альбома, да, открыли свой краудфайдинговый проект, и любой желающий может поучаствовать в создании нашего альбома. Все очень просто. На сайте... На сайте... На сайте... На сайте... На сайте... Ты понимаешь, в этой истории есть... Ну, я сейчас, надеюсь, нас не особо слушает налоговая инспекция. В этой истории есть одна проблема. Вот почему краудфайдинговые платформы лучше использовать, я объясню, потому что они платят налоги, и они официальны. А ваши истории к вам могут потом постучаться, сказать... Мы заплатим налоги и будем спать спокойно. Денежку собрали? Ага. А мы все потратили нам. А вот это налоговую не интересует. Ладно, давайте не будем про эти... Нет, нет, я почему... Мы все прекрасно понимаем, но тем не менее... Ладно, хорошо, я предупреждал, если что. Мы в минусах. Значит, доброго настроения своим, пишет Евгений Даникулин. Я на втором части присоединился к живым из Алип. А вчера вот чай с ромашкой пил. Или что там Семен советовал. Да, ромашку успокаиваю просто. Чай с ромашкой расслабляет. Человек так выпил стаканчик чая с ромашкой. Неважно, что там уже происходит. Так, еще в беседе голос солиста приятный. Заслушиваешься. Валите их вопросами, тем более, раз все музыкальные пластика есть в интернете. А, то есть не хватит петь, типа давай... Слушай, как все-таки умеют люди изящно выражаться? Давайте поговорим хоть. Хорош петь. Вот смотри, что пишет. В беседе голос солиста приятный. Заслушиваешься. Понимаешь, да? Валите их вопросами. Тем более, раз все музыкальное от пластика есть в интернете. Хорош вот это вот. Ты красиво говоришь. Тебе приятно слушать. Хватит песен. Завязывай с этим. Как я понимаю. Да, Евгений Никулин? Верно я вас понял? Мне просто очень любопытно. Ну, может, и мы неправильно интерпретировали. А может, и правильно. А вот всякий раз вопрос... Кстати, вопрос интерпретации. Часто же бывает, наверняка бывает, и сам, может быть, с этим сталкивался не только в своем творчестве, когда слушаешь песню, читаешь книгу, не знаю, смотришь фильм, ты принимаешь это на свой счет, возможно, ты видишь там что-то свое. А человек вкладывал совершенно другую мысль. Так же тоже бывает. Бывает. Я часто привожу пример песни «Яблоки на снегу», товарища Муромова. Помните? Конечно. «Яблоки на снегу». Песня-то вообще-то, да, ее танцевали все. На всех дискотеках. Это даже на концерте было. На всех дискотеках ее плясали. А песня, между прочим, о том, что девочка проводила мальчика в Афганистан, он там погиб. Его в виде груза 200 привезли обратно на родину зимой. И она пришла на кладбище. А он любил яблоки. И она принесла ему на могилу яблоки. Вот бросила она эти яблоки на снег. И песня-то об этом. Что яблоки на снегу розовую и на белом. Что мне теперь делать? Что мне теперь с ними делать? Я больше не могу, да? Песня-то об этом. Эта песня он рассказывал об этом. А в итоге во что она превратилась? Если бы каждый раз объясняли, по чем эта песня, никто бы ее не стал слушать. Ты понимаешь? Вопрос в другом немножко. Вопрос вообще-то в интерпретации собственных ощущений. Тебе не бывает обидно, когда твою песню, какую-нибудь, любую, может быть, совершенно безобидную, воспринимают по-другому и видят в ней другое, не то, что ты закладывал? Ну, это же герменевтика. Как сказал? Ну, герменевтика — наука понимания текста. Герменевтика называется? Ух ты, я чему-то сегодня научился. У каждого текста, у любого текста, ну, текстом может быть песня, может быть кино, может быть реклама. Там есть определенное количество прочтений. Да, есть простые вещи, типа, ну, реклама, ну, вот, вывеска, свое радио. Какое у него может быть прочтение? Только одно. Это название радио. Какое можно? Название радиостанции, свое радио. Может быть собачку видит в этой кляксе. Ну, это если... На собачку похожа. Ну, то есть там два, там три, ну, четыре уровня понимания, да. А если, например, текст книга, да, «Война и мир», там уровней прочтения огромное количество. Плюс самое главное — уровни прочтения объективны, еще и субъективны. Каждый читатель это еще добавляет там своих уровней прочтения. Это бесконечность. Поэтому, черт, это прекрасно. Это хорошо. Герминефтика, надо будет себе пометить, я не знаю, это наука о... Ну, о понимании текста. О понимании текста. А если человек не понимает текста, это значит герминафикст. Сейчас скажу. Есть тоже термин? Есть антигерминефт. Оказывается, есть и такой термин. 46-47 — это короткий номер для СМС-ква. Сначала пишите свои, пробельчики, дальше все ваши возможные вопросы, эмоции, впечатления коллектива. Пластика задавайте. Может быть, делитесь просто эмоциональным своим выплесками туда тоже. Можно и в группе ВКонтакте. Тут что-то вот... Это скорее рецептивная эстетика о том, что каждый рецепиент волен воспринимать любое произведение искусства по-своему. Пишет Джеймс Куликов. Кто это? Архивариус наш. Это кто-то из ваших, я так понимаю. Наш хороший поклонник из Нижнего Новгорода. Понятно. Тут я думаю, что его так много сегодня здесь в переписке. И он постоянно на что-то наталкивает. То на краудфайдинговую историю, то вот рецептивную эстетику нам предлагает рассмотреть. Ну, образованный человек, да, может порассуждать. Да, понятно. Потому как человек пишет, я вижу, что образованный. Ни одной ошибки нет. Я уверен, что он произносит торты, а не торты. Шарфы, а не шарфы. Локтем, а не локтем. Убежден просто, что Джеймс Куликов не может говорить на родном языке неправильно. Надо петь. Тем более он Джеймс. Тем более, когда Джеймс. А что за песня будет дальше? Следующая песня называется «Воздух». Ой. Следующая песня называется «Воздух». Это посвящение фестивалю, я понял. Нет, ну это наша старая песня. Мы ее уже, кстати, в прошлый раз спели у вас в гостях. Как всегда, живой звук в программе «Живые». Пластика здесь сегодня. Погнали. Ты вроде бы рядом, но спиной ко мне Ловлю тебя взглядом, ты лицом к стене Все пока ни к чему, разговоры и споры Нам было бы тесно на одной планете И тысячи песен я хотел бы спеть тебе В тупике не бывает с хэппи-эндом истории Десять минут назад все было по-другому Солнце освещало нераспахнутые двери балкона Всего лишь десять минут И вроде все как прежде Кроме двух подрезанных и сломанных крыльев надежды Слова всего лишь звук, но ничего не значит Для тех, кто говорит пустяк, но думает иначе И если раскопать поглубже всю природу скандалом Мне неизвестно, что нашла ты в нем, а что потеряла Городу все равно пылит с сиренами, воет Я понимаю, что ломать гораздо легче, чем строить все те же самые сны Все те же самые люди И каждый шорох и звук мне в душу залпом орудий Звук разошелся по швам, потрескался осколком Встречные взгляды людей Иголки, иголки, иголки И все же улыбнусь, если тебе так легче И вместо фразы прощай, скажу я до скорой встречи Ты вроде бы рядом, но спиной ко мне Ловлю тебя взглядом, ты лицом к стене Все пока ни к чему, разговоры и споры Нам было бы тесно на одной планете И тысячи песен я хотел бы спеть тебе В тупике не бывает хэппи-эндом истории Воздух не потея лишь пополам И еще чуть-чуть Смотрит вслед, роняя звезды нам Старый млечный путь Быть может я не прав, быть может нужно было Сдерживаться и скрипеть, молчать, терпеть, что было силы Всего лишь слова нет, всего лишь снов рукою Я понимаю, что молчать и сомневаться не стоит Один или в твоем без разницы, как штопать по лужам Ты нужна мне, но я знаю, что тебе не нужен Безразличие не сможет заглушить наши души Мы окопались на одной шестой части суши Не потея лишь пополам И еще чуть-чуть Смотрит вслед, роняя звезды нам Старый млечный путь Ты вроде бы рядом, но спиной ко мне Ловлю тебя взглядом, ты лицом к стене Все пока ни к чему, разговоры и споры Нам было бы тесно на одной планете И тысячу песен я хотел бы спеть тебе В тупике не бывает хэппи-эндом истории Воздух не потея лишь пополам И еще чуть-чуть Смотрит вслед, роняя звезды нам Старый млечный путь Смотрит вслед, роняя звезды нам Старый млечный путь Я все жду, когда Белоусов до конца уже переиграет Всякий раз неловко прерывать аплодисментами У него находится какой-нибудь очередной интересный такой звучочек в конце Сейчас с Игорем все было, да? Нормально? Хорошо Никого не обидел, никого не обидел Спасибо Замечательно У нас осталась одна песня Всего-то одна Да Как раз та самая, 12-я 12-я Ну, что ты так переживал Конечно, успели Куда бы мы делись-то А на сколько по хронометражу? Ну, так, навскидку В прошлый раз ты не ошибся Минутки 4 4, да? 4 Где-то так Ну, надо тоже это иметь в виду Просто хотелось бы Закончить программу песней В конце концов А не разговоры Он всегда это делает Он всегда мне мешает У него принципиальная оппозиция Я всем все мешаю У него принципиальная оппозиция Скажем так Да ладно, шучу я У нас, правда, осталось мало времени До конца Но я хотел бы в любом случае Это время провести В комплиментарной части Не знаю, как ты к этому всему относишься Любишь ли комплименты или нет Но поверь мне Я уж не знаю, какую ты видишь В своей аудитории основную Кто это? Девочки, мальчики 20-18 лет от роду Или 45 И так далее Я не лезу в это Что называется К любой человеку, которому нравится музыка пластики Может ее слушать с удовольствием, я полагаю Но, как мне кажется В музыке, которую вы делаете Удивительное сочетание Это то, что я, правда, люблю Когда все звучит современно И вроде бы понятно молодым людям И при этом тексты И те самые Подтексты даже, прямо так скажем Которые заложены в каждом из текстов В каждой из песен Они рассчитаны, в общем-то, совсем не для юных людей Потому что для юных людей рассчитаны песни Типа, разбежавшись, прыгну со скалы И ты поймешь, кого ты потеряла При этом, когда поет этот 40-летний мужчина Меня слегка это смущает Но Это уже там, скажем, личные частности Это частности Вот это сочетание удивительное И современного И очень глубокого и проникновенного творчества Это дорогого стоит Это правда Это правда И очень хотелось бы, чтобы и следующие альбомы Были все такими же Глубокими, такими же интересными Концептуальными Если мы говорим о концепции Которую ты придерживаешься Кстати сказать Очень хотелось бы послушать Что-нибудь из электронного Где ты это все прячешь? Вконтакте Там, где 9 песен? Я понял Вконтакте Там есть у нас в группе в пластике Есть там ссылки справа Вот там одна из ссылок Прям одна из верхних Это мой проект Банев Вот было бы интересно Я послушаю Я рекомендую всем Я сам, кстати, послушаю К стыду своему не знаю ничего Из творчества Знаю, что ты это делаешь Но никогда просто не доводилось послушать Надо прощаться уже Я сообщу сейчас в качестве анонса Что завтра в этой студии Абсолютно другая группа Имею в виду по своей стилистике И по концепции Тролль гнет ели Мы помним их Так называется этот коллектив Я сокращенно их называю тягунами ТГЕ Тролль гнет ели Тягуны, ну в хорошем смысле Они тянут на себе очень многое Поэтому завтра рекомендую всем Прийти к программе В хорошем, расслабленном состоянии Сегодня прощаемся с группой Пластиком Что за песня еще раз? Песня называется «Авиация» Это одна из старейших наших песен Написана еще в 97-м году Огромное вам спасибо И всех ждем мы в субботу В клубе Музпап Приходите Спасибо, что были у нас Всем до завтра Будьте здоровы Пока Панели Лежа на траве Влажная тепла На руке Зала Я смотрю туда В синие цветы Никуда Где ты Но все же Встревожен белой полосой Режущий закат Выцветшей рукой Ла-ла-ла-ла-ла-ла Мне нужен Так нужен Небо Хоть платок Облака Я комок Если бы я смог Выстрел тысяч звезд В небо молоко Я всерьез Рукой Выделил мечту Пулю не поймал Крылья Крылья Не сломал Но все же Встревожен Белой полосой Режущий Закат Выцветшей Рукой Ла-ла-ла-ла-ла Мне нужен Так нужен Небо Хоть платок Облака Гомок Если бы я смог Ползать по траве Или все отдать Чтоб уметь Летать 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 Но все же Встревожен Белой полосой Режущий Закат Выцветшей Рукой Ла-ла-ла-ла-ла-ла Мне нужен Так нужен Небо Хоть платок Облако Гомок Если бы я смог Авиация 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 Защити меня Авиация 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 Защити меня Субтитры подогнал «Симон»